Добрый вечер. Как обычно в это время на телеканале ТНТ «Онега» программа «Без посредников». Я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня в качестве эксперта в студию мы позвали министра внутренних дел Республики Карелия Михаила Ивановича Закомалдина. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, тема нашей сегодня программы, Михаил Иванович, как мы с вами заранее уже обговорили, это реформа МВД. Итак, все-таки первый вопрос, который интересует многих телезрителей, меня в том числе. Реформа идет. Уже можно сказать о плюсах и минусах. В чем плюсы, в чем минусы этой реформы? Минусы у нас, сами понимаете, они всегда есть. Ну, пока-то, наверное, одни минусы, если уж на то пошло. Потому что вот сам процесс, значит, как бы перехода, переходный процесс, он всегда нестабильный. Вот и чем быстрее мы его пройдем, тем быстрее минусы эти уйдут. Соответственно, у любого сотрудника, какой бы он хороший ни был, у него все равно, значит, в душе есть какое-то сомнение, будет он работать дальше или не будет работать он дальше. Вот. А если будет работать, на какой должности будет работать. Ну и, соответственно, эта нестабильность, она, наверное, каким-то образом дает какие-то результаты. Ну, я не скажу, что они отрицательные, потому что за период реформы у нас милиция стала работать еще лучше. Значит, и раскрываем лучше преступления, значит, и профилактика у нас как бы идет нормально. То есть, все основные наши направления оперативно-служебной деятельности, они у нас по сравнению с прошлым годом все лучше и лучше идут результаты. А вот, отрицательные моменты какие? Это то, что у нас все-таки вот из-за этой нестабильной ситуации в настоящее время много сотрудников увольняется. По собственному желанию? Да, по собственному желанию, еще не дожидаясь аттестации, просто увольняются. Наверное, кто-то считает, что не сможет работать при новых условиях, потому что требования, они будут гораздо жестче, чем сейчас к сотруднику полиции. Кто-то принимает для себя решение, уходит. Хотя, я думаю, что пройдет переходный период, они могли дальше работать и приносить пользу. Ну, а во всем остальном, я считаю, что все идет нормально, как нам президент и министр предписывают. Значит, состоялся, как уже знаете, указ о назначении начальника министра внутренних дел, то есть первого полицейского здесь, 6 мая. И согласно приказу МВД номер 135, у нас предполагает сейчас перетестация всего личного состава. Значит, она начнется, скорее всего, дней через 10, недели через 2. То есть, пока еще никакой аттестации нет? Нет, аттестации нет. Естественно, мы, я подписал приказ по новому ростатному построению. Естественно, мы уже, так как сроки аттестации сжаты, хоть и продлили до 1 августа, но все равно это срок очень сжатый. Значит, мы уже продумали руководителей, кто будет работать на руководящих должностях, уже по новым должностям, значит, и, в первую очередь, конечно, будем назначать их. Вот, а дальше пойдет уже назначение личного состава все. Михаил Иванович, вот за что сейчас зацепился, вот вы сказали, сейчас стали лучше работать, раскрываемость увеличилась, профилактика. Вот я с чего эту мысль беру? С аналитических статей по России, да, вот из интернета, источников и так далее. Что сейчас вот именно специально, да, сотрудники некоторые, вот, грубо говоря, усиливают свою работу, да, или показатели вот эти улучшают, да, для того, чтобы в итоге быть на хорошем счету и остаться. То есть, суть-то сводится к тому, что не то, что человек стал, да, лучше работать, а то, что отчеты стали веселее и красочнее. Да нет, я думаю, что нет, все-таки, не знаю, как по России, я все-таки отвечаю за МВД по рискованию Токарелия. Нет, ну, я в общем, да. Да, вот, все-таки мы систему управления, систему работы отлаживаем, но я не беру своих предшественников, ну, с того момента, когда я сюда приехал, ну, уже пятый год. И, в любом случае, оно дает какие-то положительные, значит, результаты. И, все-таки, вот, то, что результаты работы от года, из года в год у нас улучшаются, я считаю, что все-таки это правильно выстраиваемая, значит, система управления и подход к работе. Вот, они были бы лучше и без реформы, если что-то пошло. Как сотрудники не улучшали бы временно свои показатели, мы же знаем их прекрасно, как они работали раньше. Если у них мотивация именно, значит, чисто зайти в полицию, но она тоже, как бы, себя не оправдывает, потому что нам же никто не запретил через полгода, после того, как он будет назначен полицейским, привести его переаттестацию. В аттестационном порядке, если к нему будет замечание, уволить его. Вот как вопрос решается. Конечно, поэтому здесь, как бы, то, что зайдет в полицию, это не значит, что он будет потом ослабить свою работу и будет бездельничать сидеть. Вот самое главное, что я хотел услышать. Теперь об аттестации, да, уже понятно, да, вот она еще только начнется. Что она себя представляет? Вот в двух словах, если вот проще. В двух словах у нас в ССУ на комиссии, ее будет, по-моему, человек 12 у нас. В эти ССУ на комиссии входят представители Совета ветеранов и несколько членов Общественного Совета при МВД, то есть, гражданские лица, которые, значит, сотрудники, по которым у нас сомнения не вызывают в том, что они достойно работали, мы их будем аттестовывать заочно. То есть, готовится характеристика, так называемая, или аттестация, значит, рассматриваются на аттестационной комиссии, ну и принимается решение служить ему на данной должности или не служить. В принципе, там несколько выводов. Один – служить в полиции на данной должности. Другой вывод – значит, это служить в полиции на нежестоящей должности. Значит, третий вывод – значит, не имеют права служить в полиции. Вот кто не имеет права, значит, и не будут. Других выводов на этой сомненной комиссии делаться не будет. Всего три. Ну вот это что, человек приходит, сотрудник полиции, ну, милиции, проходит тесты какие-то, да? Я так понимаю, что там тестирование идет очень серьезное? Нет, нет, нет. Если у нас, значит, вопросы по сотрудникам возникают, в общем, все руководители проходят психофизиологическое исследование. Руководители все 100%. Значит, там, да, есть определенные вопросы, на них человек отвечает, значит, и там дается заключение. Значит, их тоже три вывода. Значит, он годен для прохождения в данной должности. Второе – значит, годен для прохождения, значит, дальнейшей службы на работе с меньшим объемом. И третье – значит, негоден. Ну, выводы этого исследования, они еще не определяющие для того, чтобы он дальше работал. Это один из, скажем так, из факторов. А у следующего момента, если сотрудник, который у нас вызывает вопросы, либо назначается на должность, скажем так, наиболее подверженной коррупции, да, хотя у нас таких сотрудников в последнее время, к счастью, уже осталось единицы, наверное, они проходят еще обследование на так называемой полиграфе, или детектором лжи. А вот, значит, после этого еще руководитель пишет на него аттестацию, и когда вот все эти документы изучаются, значит, человек может работать, значит, он работает дальше. Но в любом случае, в конечном итоге, решение я принимаю лично, вот, и даже невзирая на то, что там будет написано, человек может служить и дальше. То есть, процесс нелегкий. А детектор лжи, кстати, он добровольный? Да. Добровольно-принудительный. Добровольный, но если кто-то откажется, то он не будет работать в это все. Вот уже есть о чем задуматься, да. А что задумался-то? Это нормально, хочешь служить, пожалуйста. Значит, мы, понимаете, мы находимся в одинаковых условиях, правильно? Я точно так же проходил аттестацию, точно так же проходил, но без вызова. Хотя у нас большинство руководителей все-таки вызывались в администрацию президента для собеседования, значит, ряд руководителей не вызывались. Я тоже не вызывался, значит, это все-таки, видимо, говорит о каком-то доверии со стороны руководства МБД. Да, невзирая там на некоторые там статейки тут, которые у нас писали, значит, ну, тем не менее, значит, это так. А вот, значит, я тоже все предполагалось прохождение всех этих тестов, полиграфа и прочее, прочее. И ряд руководителей проходили их. Поэтому все мы в одинаковых условиях находимся. Что генерал, что рядовой. Что генерал, что рядовой. Однозначно. Причем, наверное, генерал еще в более жестких условиях. Ну, это само собой. Да, это, естественно, нормально. Михаил Иванович, ну, хорошо. Ваша точка зрения по поводу, каким же должен все-таки быть сотрудник полиции? Вот лично для меня требования, что к сотруднику полиции, что к сотруднику милиции, они были бы одинаковые. Потому что я уже скоро будет 30 лет, как работаю в милиции, скажем так. Но сейчас уже в полиции все-таки в первую очередь это сотрудник, он должен очень по-человечески относиться к каждому человеку, который к нему обратился. Вот в первую очередь по-человечески. Значит, он должен относиться к беде человека, любого гражданина, который обратился к нам уже в полицию, раньше в милицию, как к своей собственной. Тогда, наверное, все-таки и его работа, и отдача будет абсолютно другая. А вот если мы этого добьемся, или хотя бы к этому приблизимся, значит, тогда у нас, наверное, по этой реформе все получится. Если не добьемся, то тогда, наверное, нет. Но вот опять же, да, возвращаясь, иногда видел, вот честно, сам видел, были случаи, сотрудник в форме, пьяный идет, шатается, и пистолет у него висит. Вот это страшно. Это страшно, я с вами полностью в согласии. Это вот как раз рядовой состав. Каждый такой факт, который мы выявляем, идет немедленная реакция, такие сотрудники увольняются. Они увольняются все. В последнее время таких фактов у нас все меньше и меньше. Более того, значит, мы очень серьезную работу провели в прошлые годы, это по управлению в нетрезвом состоянии сотрудниками транспорта. Ну как, у нас же все просто, да, сотрудники БДД остановил, человек нетрезвый. Корочку показал? Корочку не показал, значит, сказал, что он где не работает, он должен работать или нет. Тут протокол составил, соответственно, информации о том, что задержан сотрудник в верном виде за рулем у нас нет. Ну, кадровый аппарат был опоручен, значит, и они проверили через всю базу по административной практике всех наших сотрудников. И мы только в 2009 году мы эту работу плотно проводили, у нас было уволено, по-моему, 28 или 29 сотрудников таким образом. В 2010 году, в 2011 году уже не увольнялись. То есть, как бы все равно, вот этот момент, он, скажем так, сдерживающий фактор, он играет свою роль. Потому что, еще раз говорю, за все, значит, проступки, значит, в нетрезвом виде к сотрудникам очень жесткий подход. Это минимум неполного служебного соответствия, крайнее наказание перед увольнением, но в большинстве случаев это все-таки увольнение. Что ж, Михаил Иванович, и, наверное, пожалуй, последний вопрос сегодня на нашей встрече. Пройдет глобальное сокращение, я так это называю, 20%, да, если я не ошибаюсь? Ну, не глобальное, но сокращение. Ну, сокращение. Серьезное сокращение, да. Куда люди пойдут? Что с людьми-то будем делать? Вы понимаете... Самое-то страшное, куда трудоустраивать? Да это не страшно. Это не страшно. Это абсолютно не страшно. Значит, вот то, что я уже, в принципе, как бы говорил, это у нас по сокращению уволено будет очень немного сотрудников. Потому что у нас в настоящее время существует серьезный некомплект. Мы приостановили прием сотрудников в последнее время, после того, как реформа была объявлена. Мы принимали только на те должности, которые танкоопасны, скажем так, а на все остальные мы не принимали. И за счет этого мы путем естественного оттока, в принципе, как бы вопросы закрыли. И просто-напросто сотрудник, если работает на одной должности, его должность сокращается. Мы обязаны и будем предлагать все вакантные должности. И, естественно, он может работать на другой должности, пожалуйста. Если он не хочет, ну тогда как бы его проблемы уже, если не то пошло. И опять же у нас, еще раз говорю, я уже неоднократно давал, от двух до пяти сотрудников я так каждый день увольняю. Добровольно причем, о чем мы говорили, значит. Но они же куда-то идут работать. Ну что ж, большое спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, за откровенный разговор. Я напоминаю, вы смотрели программу без посредников. До свидания.